Какую функцию осуществляет поджелудочная железа? Какие признаки нарушения в работе поджелудочной железы? Какие народные средства помогут поджелудочной железе? Смотрите видео до конца и узнаете, как можно помочь поджелудочной железе. Перед показом видео хотим всех поприветствовать и пригласить подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Поджелудочная железа является органом, расположенным в брюшной полости с левой стороны поджелудком. Она синтезирует очень активные пищеварительные ферменты, которые при нарушении работы органа могут вызвать переваривание собственной ткани. Такое состояние называется панкреонекрозом и требует экстренного вмешательства хирургов, поскольку возможны тяжелые последствия. Поджелудочная железа требует к себе повышенного внимания и бережного отношения, именно поэтому необходимо знать особенности работы этого органа. По возможности уменьшать влияние различных факторов, способных вызывать заболевания органа. Какую функцию осуществляет поджелудочная железа? Поджелудочная железа одновременно является органом, участвующим в пищеварении и эндокринной железой. Орган состоит из клеток, синтезирующих ферменты, переваривающих пищу. Панкреатический сок состоит из трепсина, амилазы, химотрепсина и других активных энзимов, расщепляющих белки, жиры и углеводы. Также определенные участки поджелудочной железы продуцируют инсулин, который воздействует на реакцию превращения глюкозы. Еще поджелудочная железа образует глюкогон, способствующий при необходимости выходу глюкозы из клеток печени, где она депонируется. Еще поджелудочная железа вырабатывает грелин, отвечающий за аппетит. Именно поджелудочная железа решает вопрос о том, хотим мы есть или нет. Пора ли пополнять запасы энергии и питательных веществ? Таким образом, значение этого органа довольно велико. Он осуществляет пищеварительную, экзокринную и эндокринную функции. От правильной работы органа зависит общее состояние организма. Дисфункция приводит к нарушению работы органов и систем. Какие признаки нарушения в работе поджелудочной железы? Заболевания поджелудочной железы могут протекать остро, когда развивается острый панкреатит, который сопровождается сильным болевым приступом, вздутием живота, запором, тошнотой и рвотой. Спровоцировать острое воспаление поджелудочной железы могут следующие факторы. Прием алкогольных напитков. Употребление острой, жирной, копченой пищи. Систематическое переедание. Интенсивные физические нагрузки. Длительный нервный стресс. Исходом острого панкреатита может быть панкреонекроз, хронический панкреатит, сахарный диабет, кисты поджелудочной железы, образование камней в протоках органа. Симптомами хронического панкреатита, который может быть не только последствиями острого воспаления поджелудочной железы, но и результатом дисфункции других органов пищеварения. Так, хронический панкреатит может развиться на фоне цирроза печени, желчнокаменной болезни, язвенной болезни желудка. Так вот, симптомами хронического панкреатита бывают следующие проявления. Ноющие разной интенсивности боли в левой половине живота. Особенно в верхних отделах, распространяющиеся на спину, носящие опоясывающий характер. Часто возникающие приступы тошноты, позывы на рвоту, неприятный привкус во рту, запах изо рта. Повышенное газообразование, метеоризм, вздутие живота. Нерегулярный стул, чередование запоров и поносов. Если врачами диагностирован хронический панкреатит, не требующий экстренного лечения, то в комплексе терапии для профилактики обострений возможно использование средств народной медицины, благоприятно воздействующих на поджелудочную железу. Какие народные средства помогут поджелудочной железе? Поддержание поджелудочной железы необходимо начинать с соблюдения диеты. Следует исключить такие продукты. Острое, копченое, жареное блюдо. Все виды алкогольных и газированных напитков. Жирные продукты. Колбасы, сосиски, полуфабрикаты, фастфуд, консервы, разные пряные соусы. Кислые и острые овощи и фрукты. Торты и другие тяжелые для переваривания сладости. Добавить к перечисленному надо обязательное употребление необходимого в количестве двух литров объема жидкости и ограничения физических нагрузок. Среди рецептов народной медицины возможно использование следующих средств. Овсяная каша, сваренная из цельного овса на воде без добавления соли и сахара. Овес является важным продуктом, помогающим восстановиться поджелудочной железе. Помимо каши из овса следует принимать отвар из овсяных зерен, можно приготовить овсяное молоко. Важно, полезен для поджелудочной железы только цельный овес, который надо вываривать до размягчения. При хроническом поражении поджелудочной железы употреблять ежедневно, а при обострении процесса несколько раз в день. Следующим по полезности средством является настой из семян укропа. Следует залить стаканом чайную ложку семян укропа или фенхеля, дать настояться в течение часа, потом процедить, выпивать полученный объем в течение дня, пить постепенно, гладками. Кисель из семена льна полезен для поджелудочной железы и всех органов пищеварения. Он обладает обезболивающим, обволакивающим, противовоспалительным действием. Полезен для поджелудочной железы корень одуванчика, который употребляют как при остром, так и при хроническом панкреатите. Различные травяные настои, отвары благоприятно воздействуют на поджелудочную железу, если они сделаны из следующих растений. Ромашка, девесил, петрушка, мята, череда, полынь, бессмертник, зверобой, тысячелистник. Поддержать поджелудочную железу обязательно помогут указанные средства. Но если диагноз не установлен или есть клинические проявления обострения хронического процесса, то следует немедленно обратиться к врачу. А пока ждем приема, более всего полезны для поджелудочной железы голод, холод и покой. Берегите себя, не допускайте воспаления поджелудочной железы. Помните, что это важный орган, который требует к себе уважения и повышенного внимания.